здравствуйте мои воображаемые друзья сегодня с вами как обычно дуч и мапки спасибо за сегодня мы поговорим о публичной деятельности профессора савельева об эпифеномене сознания и осознания о материализме о жизни людиков и о ебучих инсекторах начнем мы пожалуй с эпифеномена сознания ученые любят называть все свои термины непонятными иностранными словами чтобы выглядело поумнее что такое эпифеномен это побочный эффект побочное явление некоего процесса которая не влияет или почти не влияет на сам процесс примерно как шум от трансформатора при его работе через это через этот умственный конструкт материалисты и про что он заказывали романа гигельянца да немного было но не очень но не очень набильно и это было достаточно давно пару видео буквально видели от романа гигельянца и пытаются объяснить создание самоосознание мол есть некий процесс обмена электронами в нейронах головного мозга и в качестве его побочного продукта никак не влияющего или почти никак не влияющего на этот процесс и является то что мы называем сознанием и самоосознанием и на этой веселой ноте нужно сразу перейти собственно к учению материализма учение материализма представляет собой очень интересную ловушку сознания ловушку внимания то есть предполагается что существует лишь материя и взаимоотношения между дней то есть одна конструкция ума опирается на другую конструкцию ума вначале вводится такая конструкция ума как материя а из нее выводится все дальнейшее учение на самом деле это очень удобно все что тебе не нравится можно назвать несуществующим так как это не материально а все что тебе нравится и хочется назвать существующим можно назвать материальным а значит существующим казалось что такое электромагнитные волны пощупать их вроде как нельзя их не видно но тем не менее это материальное проявление, потому что их можно определить определенным материальным прибором. Но что-то мне подсказывает, что если задастся целью, можно создать 100-500 разнообразных приборов, которые будут определять разнообразную неведомую ебаную хуйню. Согласен. Кстати, я абсолютно согласен с дучем. Мы можем создать абсолютно любые приборы, которые будут что-то там определять. И при этом это что-то там мы будем трактовать так, как нам удобно, исходя из тех теорий, которые у нас имеются. Все. Достаточно просто, понимаете, в чем дело. Многое зависит от наших трактовок. А приборы что-то там зафиксируют или не зафиксируют. Спасибо большое от Сасуки. Давайте побольше Наруто. Чем больше Наруто, тем больше Баруто. Спасибо большое. Закидываем, закидываем. И не сделали их только потому, что этого не потребовалось в военном ведомстве. С дружим, Аптюк. Ты знаешь, я даже немножко удивлен, что мальтиалисты всерьез считают, что сознание это именно как вот эпифеномен какой-то неведомой хрени в голове. Ты знаешь, я вот думал, что немножко у них там по-другому. Более как-то правдоподобно. Ну, здесь я с Дучием немножко не соглашусь, потому что трактовки бывают довольно разные. Довольно разные. И некоторые материалисты говорят, что сознание-то оно есть. Сознание-то оно есть. Но просто оно является побочным следствием материи. И все. Еще не обязательно вторичным, униженным, да, отстойным, да? Ну, конечно, вторичным по отношению с материей. Но оно, например, сознание является следствием высокоорганизованной материи, допустим. Что бы не так? Приветствую, ШППШ. Все настолько просто, как это не покажется странным. Ну, не, много материалистических учений. Тут вы, короче, пропизделись, пацаны. Не-не-не-не-не. Ересь какая-то. Ладно, посмотрим теперь, какие интересные следствия следуют из этой замечательной ересь. Следствие следующее. Если воссоздать процесс обмена нейронами этими электрическими импульсами, то можно создать искусственное сознание. Причем даже если оно не будет обладать этим эпифеноменом, оно ничем не будет уступать, а возможно даже будет и превосходить человеческое. И из этого же еще исходит интересное, так сказать, вывод, что у человека начисто отсутствует свобода в воле. То есть это просто такой големчик, который управляется биологическим компьютером под названием головной мозг. И если этот головной мозг как следует изучить, узнать, что там за что отвечает, в него можно будет тогда вмешиваться и делать все необходимые свойства людикам. Сделать кого-то гениальным или наоборот тупым. Ну или если не так замечательно, то хотя бы можно будет определить, гениален этот человек, тупой, или для какой работы он лучше всего годится. А возможно его стоит попросту пустить на компост. И таким образом мы плавно переходим к публичным выступлениям профессора Савельева. Хочешь что-нибудь добавить, дружба? Ну, Савельев нетипичный материалист и нетипичный ученый. Это просто важно изначально понимать, что концепция Савельева не есть общее место для всех представителей интеллектуальной элиты, материализма, науки и чего угодно. Савельев исключение скорее. Сейчас вот я подумаю, понимаешь? Мне кажется, что, или не знаю, может быть я этот вопрос недостаточно изучил. Неужели идея вот этих, по большому счету ты сейчас высказал, как думают, наверное, трансгуманисты, потому что они хотят идти. Нет, это классическое материальное учение, как так и называется, эпифемианизм, или как там, язык, скорее всего. То есть, это общепринятая там точка зрения в данный момент, да? Да. А, соответственно, трансгуманисты и Савельев, они просто разные. Они придерживаются общепринятой точки зрения, просто подходят к нее с разных сторон. То есть, вот и ересь, и различные ереси. То есть, дальше ересь Савельева, ересь трансгуманизма. Понятно. Я просто удивлен, что действительно... Ну, трансгуманизм, он, в принципе, как бы он поддерживает всю существующую науку, но он стремится к будущему, к прекрасной, к прекрасной утопии, где, в общем-то, да, мы сможем стать бессмертными благодаря достижениям науки, как это будет прекрасно, замечательно, и так далее, и так далее, и так далее. Максим пишет, что нельзя Гоев немного ускорить, так мы их и так уже немного ускорили, не? 1,25. 1,5 будет быть быстросимым. До такой степени пурга. Если в ней разобраться, знаешь, вот когда они что-то говорят, и ты понимаешь, что это чушь, вот. Вот действительно, нужно, пожалуй, разбирать ихнюю ересь, начиная с базовых вещей. Просто мне действительно лень. Если я вижу, что человек городит чушь, которая не разбирается, то мне, соответственно, он кажется неинтересным, и читать его мне, соответственно, тоже неинтересно. Ну, вот знаешь, как вот эти инквизиторы работали, вот так вот надо, да, то есть, вот разберёмся, то есть вот в этой ереси, в этой ереси, и так далее. Да, поэтому я давно хочу, да, трансгуманизм может быть разным, поэтому я как бы и довольно дал ему открытое определение, прям очень широкое и открытое. То есть я не дал, я не стал в какие-то частности вдаваться в данном случае. О, ШАЭППШ пишет, есть виды, которым необязательно идти через науку. Расскажите, пожалуйста, не понимаю, не знаю. Не знаю, о чём речь, мне кажется, немножко странным такая постановка вопроса. Расскажите, я просто не в курсе тогда. Я тогда оказываюсь не в курсе. Прочитать, наконец, полностью «Молотвень». Там явно есть много интересного. Так, вернёмся к профессору Савельеву. Так как он придерживается школы биологического редукционизма, то он сводит всё поведение человека к биологии, то есть к структурам мозга. Если у человека есть определённые структуры мозга, то и вести себя он будет строго соответствующим образом. И то, что пока мы это не можем предсказать, говорит лишь о том, что мы недостаточно хорошо изучили... Ну, он тогда какой-то не очень трансгуманизм, наверное, получится. Я просто хрен знает. Немного странно. Немного странный трансгуманизм тогда. У меня он даже в голове не складывается, если подумать. Ну, ладно, допустим. Строение мозга. Нужно собрать убер-девайс, который будет снимать мозг с разрешением 0,1 нанометра. И тогда всё обязательно получится. Техномагия? Окей, допустим. Также он подвигает идею, что как только такой девайс будет создан и наработана необходимая статистическая база, можно будет разделять на зёрна и плевела. Стоит засунуть человека в такой сканер, даже с самого рождения, и сразу будет понятно, годится он для той или иной деятельности. Да. Тут есть что добавить. Вот откуда он вообще взял мысль, это Савельев, что произведя вот эти исследования, они смогут точно определить, какие структуры мозга, за какие таланты, в какой деятельности отвечают. Ну, то есть я трансгуманист, типа, да, я беру что-то, развиваю в чём-то, в ком-то, да, я всё, я, блядь, трансгуманист после этого, заебись. Ну, это хуйня, тогда. В этом мне тогда ничего особенного, тогда все трансгуманисты. Марксисты, трансгуманисты тогда тоже. Идя должна быть проведена очень масштабная работа, а, как я понимаю, он работал в этом в институте мозга, привык к ПБ, то есть где они мозг Ленина, Маяковского и других вождей большевизма изучали, по определению считают, что они невъебические деньги. И из этого как бы исходят их не учить, не сколько они вообще людей, вот, например, Маяковский, да, он там, невъебенный поэт, вот мне поэзия Маяковского, например, ну, совершенно не нравится. Я не считаю его гениальным, и Ленина я не считаю гениальным. То есть, пожалуй, это все вообще или какое-то прикрытие, или вообще не имеет отношения к реальности, то есть вот его... Ну, как? Может быть, он бабло просто сшибает с Лохов, вот у меня такое даже подозрение есть. Ну, я думаю, не без этого, по-любому сшибает, быть профессором и не сшибать бабло, это как бы туповато. Он предлагает следующее, нужно просто набрать хороших специалистов, прямо гениев в той или иной области, просканировать у них у всех мозг и составить статистическую базу. То есть, собрать 100-500 пиздатых физиков, просканировать мозг, собрать 100-500 пиздатых художников, просканировать мозг и так далее, и так далее, и для всяких преступников и дегенераторов. Еще одно дополнение. Представим, сейчас мы начнем заниматься тем, чтобы сканировать мозг этих пиздатых физиков, и тут уже решение будет видно заранее. Дело в том, что сейчас пиздатыми физиками считаются те, кто умеет надувать счетки лучше, там, выбивать гранты и так далее, и тому подобное. У кого больше всего индекс цитируемости? Вот. То есть, понятно, прекрасный творец, понятно, но мне кажется, сильно открытое понимание с любыми изменениями, это прям сильно широко. Реально все, что угодно можно привести. У меня есть обычная глина, но сейчас, в данный момент, я не хочу ничего делать по той причине, что видео нормальный характер носит, то есть, оно мне интересно, оно как бы смежно с теми интересами, которые я имею. Приветствую, Дарья. Приветствую, рад видеть. Ну, ты сам понимаешь, да? То есть, что из этого может получиться? Ну, вот, допустим, вот я даже не хочу никого обидеть, там, не знаю, сына какого-нибудь уважаемого чиновника или самого его просканируют и, допустим, скажут, а ты дебил, этого же никак не может произойти. То есть, они, допустим, всех, если они Ленина считали за гения, то сейчас они просканируют, допустим, наших вот чиновников, ну, всем им запишут охрененные способности, особенно Чубайса, я не знаю, хотя у Чубайса может быть просто очень охрененные способности. Ну и все эти результаты, естественно, купят. То есть, какая там дальше будет, если начнется по этому отбор с детства, я просто... Ну, такое себе рассуждение, ребят, вы по методологии лучше прошлись. Даже, хотя я уверен, что эта технология просто не сработает, начнем с того. А если бы она сработала, то уже жесть была бы на этом этапе. Ну, дружим Аптюк, тут я тебе возражу от лица воображаемого профессора Савельева. Сам он современных российских чиновников считает дегенератами, которые правят этой замечательной страной просто по недоразумению. И в том числе и для этого он задумал свой церебральный сортинг. То есть, посмотрели на сканере такого чиновника, идиот, значит, его надо в отставку. Правда, здесь непонятна организационная структура, которая будет отправлять их в отставку. И почему бы в этой структуре не отправить их в отставку без всякого вот этого убердевайса по сканированию мозгов. Но тут собака порылась еще интереснее. Я не изучал подробно его с труды, но предполагается, насколько я понял из его телег на ютубе, что эти структуры мозговрожденные, и как ты собаку не дрессируй, тюленем она не станет. Но по своему опыту я хочу сказать, что это не так. Человек и не табула раса, на котором можно воспитанием нарисовать все, что захочешь, и не рождается он сразу таким-то... Ну хрен знает насчет табула раса или не табула раса, но нарисовать на человеке на протяжении всей жизни можно почти все, что захочешь. Очень многое можно сделать из человека вообще без каких-либо практически сильных ограничений. Но лишь бы, лишь бы человек не был умственно неполноценным, да, из любого умственно полноценного человека можно сделать вообще все, что угодно. Как бы, как бы, вот. и таким-то происходит как влияние на человека, его культурной среды, его жизненного опыта, так и каких-то врожденных способностей. И если какого-нибудь человека с задатками гениального математика... Что такое гениальный математик непонятно. Вообще, понятие гениев надо убирать нахер, оно не работает. Забудьте вообще про него. Эту хуйню придумали греки, ребят, забейте. Я не знаю, отправить в Сомали лишайным негритенком, то вряд ли он научится считать до четырех. Это первое, это первое, подожди. А второе, вот самое интересное исследование-то, а деятельность-то... Что значит задатки математика, если он, как бы, не научится считать до четырех? Что это вообще, блядь, означает? Ну, то есть, типа, есть какие-то абстрактные, несуществующие все еще задатки, да, которые, типа, где-то там внутри в человеке находятся. Их никак не подтвердить. С ними никак работать нельзя. Это просто какие-то задатки, какие-то таланты, но таланты, которые, блядь, еще не проявлены, да? Ой, ой, как круто! По-хорошему, вот это можно назвать словом просто возможность, возможность. Человек мог бы там, не знаю, вот таким быть, мог бы другим, мог бы третьим, мог бы четвертым, мог бы пятым, мог бы шестым, да, мог бы и не быть никем вообще. То есть, если мы слово задатки меняем на слово, то возможность как бы становится более даже осмысленной, на мой взгляд. Потому что, на самом деле, никаких задатков собственно нет. Просто у каждого человека рождается с неограниченным количеством возможностей, при том, это неограниченное количество возможностей оказывается у одних выше, у других ниже по ряду критериев. Оно хоть неограничено, но несопоставимо. Ну, например, я мог бы стать дворником, как и многие другие люди, мог бы стать, не знаю, мог бы стать охранником, как и многие другие люди, мог бы стать бомжом, как и многие другие люди, но я стример с кандидатской степенью по философии, вот это уже не многие могут, но я реализовал эту возможность, условно, да, я взял, реализовал, мог бы не реализовать, мог бы заниматься чем-нибудь другим. Что это за способность такая скрытая, непонятно, опять же. Более того, более того, более того, что такое задатки, тоже вполне-то особо непонятно, потому что люди, когда занимаются разной деятельностью, они нередко занимаются просто хернёй. Например, для того, чтобы быть учёным, задатки какие-то особые не нужны, просто нужно не быть умственно неполноценным, отсталым, и этого уже хватит. Вы уже сможете нормально в науке функционировать. Это по-любому влияет на головной мозг. То есть нарабатывая те или иные навыки, по-любому происходит развитие тех или иных областей мозга. Возможно, он где-то это упоминает и как-нибудь идеологически обходит. Друг дочек, вот то, что ты сказал, я это всё учёл. То есть на самом деле, понимаешь ли, эту систему, когда будут проводить, то она будет делать средств по-любому с наиболее социальной, так сказать, или идеологически что ли оправданной. То есть, вот, например, допустим, делалось бы это не сейчас, это все чиновники и идиоты, а делалось бы при коммунизме. А кто проверит того Ленина на идиотизм, если он по дефолту гений? Я к тому, что Савельев как бы всерьёз воспринимает, что Ленин был гением, раз у него такой мозг, и остальное всё. Конечно, он же создал... Это же главное, это идеологическая установка. Пофиг, что Савельев идеологическую установку не разделяет, которую сейчас. Ну, допустим, самого Савельева уберут, а на его основе поставит тот человек, который скажет, вот мы сейчас всё правильно сделаем, Савельев там был неправ. Наши чиновники не идиоты, блядь, а гений все. То есть, иначе это просто не работает. Это всегда именно социальный срез, ну, это просто дополнение. То есть, может быть, поэтому Савельева и денег как раз дадут. У него та же проблема, что и у этих, которые за власть достойных, как она называется? Меритократы, блядь. То есть, кто будет сторожить сторожей? Они всегда думают, что можно вытащить себя за волосы из болота, забывая о том, что нужна какая-то точка опоры. То есть, уже должны они прийти к власти, чтобы выделывать такие штуки, а не выделывать такие штуки, чтобы с помощью них прийти к власти и сделать всем хорошо. То есть, для этого нужна какая-то внешняя сила. И тут мы подходим к самому интересному вопросу. И перед тем, как мы к нему подойдем, я в очередной раз хочу напомнить, что людей уже почти 90, а лайков всего 54. Поэтому поставьте прямо сейчас лайк и сделайте прямо сейчас репост в доступной соцсети. Потому что мы... Замечу, людей сейчас 17, а лайков всего 14. Ну-ка давайте, давайте, ребят, давайте, да. Мы обсуждаем важные и интересные темы, а не всякую хуйню, как обычно. Итак, самый интересный вопрос о внешней силе. В своих телегах он говорит, что биологическое слишком биологично, его нужно преодолеть. Потому что биологическое к чему тянет люди? Оно тянет их в потреблятство. То есть, вкусно кушать, путешествовать в приятные страны, размножаться как можно сильнее с наиболее красивыми самками или самцами. Слушайте, а если так подумать, то получается, Савельев это реально такой нитши от биологии. Ну то есть, блин, я начинаю понимать тогда, почему Ежа как бы по нему угорает. Если вот это вот так вот, как ребята сказали, то да, это Е-Е-Е. Ну то есть, это нитши ванец такой в биологии. Машину побольше, дом покруче и так далее, и тому подобное. То есть, это полнейшее болото, с его точки зрения. Потому что хорошие, годные люди, с его точки зрения, занялись бы физикой, математикой, строили бы ракеты. Правда, он забывает как раз вот упомянуть, а зачем? Ну а друг дочь, друг дочь, вот этот вопрос зачем, лучше отдельно разобрать. Давай-ка разберем вот эту главную ересь, которая нас с тобой наиболее возмутила в Савельеве. Это как раз, он противосто... Причем, я хочу сказать, вот эта вот ересь Савельева, ну, одна из ересей, то есть, вот это вот заблуждение по поводу именно, где он... То есть, он говорит, что мозг наш вот такой плохой и неразвитый, потому что нам хочется ебаться, жрать и хорошо жить. И он еще говорит, ни о чем не думать. То есть, у него вот это вот все взаимосвязно. И, соответственно, любых успешных людей он именно через эту призму рассматривает. Вот то, что называют... Ладно, это еще даже будет отдельная тема. Нам главное разобраться. То есть, вот плохо ли хорошо жить, вкусно питаться и, блядь, заниматься сексом, который будет тебе приносить удовольствие. То есть, почему-то этим людям кажется, что это вот ужасная какая-то ересь. И нужно или быть каким-то офигенным интеллектуалом, вот, умным человеком, или вот погрязнуть, так сказать, в разврате. То есть, он не говорит, что в разврате, но это же все подразумевается. То есть, эта идея не на вахту. Дружим активно. Грехи, человеческое тело, грязное, там вот все такое. Нельзя мыться, пипиньку свою теребить тоже. Да нет, дело не в том. Ницше, на самом деле, все это все такие такого рода, если это и запреты, можно назвать. Ну, не запреты, вводят ради того. Ну, это не запреты даже. Ну, то есть, Ницше действительно тоже на всякие вот такие низменные физиологические штуки накладывает некоторое вето. Но эта вето не носит характер, как бы, догмы запретительной, да? Это не грех. Но это проблема, потому что, когда вы зависли на таком потреблядстве, низкокачественном, вы не стремитесь ни к чему великому, соответственно. И, соответственно, вы ничего великого не достигаете. И ничего великого не происходит. Ничего хорошего вообще не происходит. Вы просто, как бы, лох. Все. Тоже нельзя, потому что это все греховно, типа, и зло. Нужно ракеты строить, да? Ты заметил, что мы незаметно опять подошли к старой доброй дилемме о двух стульях? То есть бы, казалось бы, такая высоколобая теория, не этот, как он, блядь, церебральный сортинг. А там опять дилемма о двух стульях. И не только у него. Дело в том, что это практически превратилось в стереотип. Или яйцеголовые, или вот эти вот плохие хулиганы, которые этого яйцеголового за завтраки отнимают и шутят ему в портфель. Вот. То есть, опять же, вот эта ложная дихотомия, что вот или он умный, хорошо учится, или он тупой хулиган. Причем по своему опыту я хочу сказать, что это взвещи вообще никак не взаимосвязаны. Я встречал и очень тупых ботаников, которые, тем не менее, хорошо учились, потому что у них была каменная жопа и строгая мама. И очень умных хулиганов, вообще отбитых на голову. Тут даже, понимаешь ли, потом мы еще, наверное, подойдем к этому вопросу, хотя можно его осветить. Понимаете ли, вот эти альфа-кать, блин, вот понимаете ли, весь язык замусорит. То есть, я хочу сказать, допустим, альфа-качество, или альфа-самец, я это не... Спасибо большое, спасибо большое, прекрасный творец, гигантское-гигантское спасибо, но подвойной это уже бы не спасло. Композиция Бей Кабо, можно слушать? Ну, это ваше, наверное, или как, да? Если это ваше, то вообще круто. Бля, опять красиво, опять что-то красивое нас впереди ждет. Но мы пока смотрим Гой Гаю. Я подразумеваю, потому что эту тему, опять же, уже засрали все. Некоторые моменты, о которых они говорят, мне нравятся. Ну, то есть, опять же, опять же, мне нравятся. То, что они ниши обсирают сейчас, по сути, не самого Савелия, а просто ниши, ну, блядь, ну... Бывает, короче, мне не нравится. Вот это мне не нравится. А Савелев, 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 с Сен-Сен-Тисом, лучше бы про эпифеномен поговорили, знаете? Предъявили бы там, например, то, что, ну, вообще-то, сознание как бы является некой данностью для нас. Вот оно. Вот оно перед нами. Ничего себе эпифеномен, да? Ничего себе эпифеномен. Если сама материя, если весь мир вокруг нас, если все вокруг вообще без исключения, может быть довольно легко подвергнуто сомнению, то, например, феномены сами по себе и сознание подвергаются сомнению, ну, с очень большой трудностью. И поэтому тезис о том, что сознание является эпифеноменом, это чрезмерное, как бы, допущение. То есть, понимаете, нам как бы дано две вещи. Нам дано две вещи. Сознание и феномены. Отрицать феномены вообще почти невозможно. То есть, пока мы существуем, феномены есть, окей. Отрицать сознание в теории, конечно, возможно, но для этого надо очень сильно вывернуться каким-то образом, как-то, в общем, сделать нереальный мостик, из этого мостика вещать какую-то ерунду. Очень трудно, короче, вывернуться из этого тезиса. Утверждение о том, что сознание не существует, куда более бредовое, чем сознание о том, что, ну, там, мира вокруг нас не существует. Потому что мир вокруг нас действительно может не существовать. А вот с сознанием все не так просто. Сознание сталкивает нас с определенными трудностями.